у нас начинается вторая карта получается 3 серии на сегодня играет у нас гейминг гладиатор с против леготим пока что впереди всех гладиаторы ведут они со счетом 10 но нельзя сказать что было предвидено потому что она нельзя не сказать потому что это было предвидено но что-то как-то я надеялся что л ван окажут более сильное сопротивление нежели они казани но тем не менее друзья посмотрим возможно что-то изменится на второй карте у нас турнир bad boom дача белград который проходит в городе белград как бы это странно не прозвучало в сербии прямо сейчас играют там парни если я не ошибаюсь начиная из плей-оффа там будут играться со зрителями все это дело можно будет посмотреть я знаю что там продавались билеты то есть довольно таки неплохо заморачивались у нас фиссура как раз таки с bad boom прикольно интересно давайте возвращаться к драфтам команда элван как всегда начинаем сверху по банам пройдемся потом его не вернемся к пиком команда элван забанили ногу сирену шадов демона клоквер капака и омни найта гейминг гладиатор с забанили танки на шторм спирита туз колону и марси так вижу есть уже панга и энчантер скорее всего это панга у нас либо мид либо сложная линия но более более я верю что это сложная линия и давайте подождем уже третий пик от элван и перейдем на драфт команды гейминг гладиатор с хотя хрен за сколько они там еще будут думать у них полминуты есть инвокер чем гирокоптер о как так гладиатор снят не друзья гирокоптер здесь не может быть керри гладиаторов то есть гирокоптер для ватсона я в это не верю я думаю что чем 5 пятерка гирокоптер здесь четверка на инвокер центральная линия дазл о как ну вот вот интересно появился дазл так получается дазл у нас 10 секунд осталось 5 секунд что-то пока не вяжется чтобы и ну теперь все понятно друзья это кор дазл это дазл либо центр либо в сложную что если честно так себе ну ладно давайте мы подождем на следующий пике потому что пангальер на самом деле хорошо стоит против инвокера осталось 5 так что отправляет пангальером в говорится в сложную линию да пока незачем то есть панга против инвокера постоит хорошо но это видимо в сложную дазл или это возможно ну нет никс не может быть сложный потому что зачем никс то же самое будет делать и на четвертой позиции вы знаете немножко интересно мне только главное чтобы лига тим вот знаете не перемудрили потому что я пока что в недоумении так прямо убийств появился я в недоумении куда это дазл пойдет но я вангую что это скорее всего сложную так как пангальера зачем пангальеру идти в сложную тем более вот и прямо убийств появился ему против прямо в биста сложно будет стоять что нельзя сказать про дазла как будто бы на самом деле и дазлу так трудновато будет стоять нос так просто дазл керри да нет нет сто процентов нет ну либо центр либо сложная но я все-таки я больше верю в дазла хардлайнера нежели в мидера потому что хотя может и против инвокера постоять блин не знаю то есть сто процентов у них с четверкой энчантрис пятерка панга скорее всего мид дазл сложная как раз таки и там сложно играет альберка до крутой герой на центр но я тоже согласен только вот зачем тогда что делать с пангальером вот праймал бист его скушает а против инвокера он хорошо стоит так что его лучше отправить на центр как раз таки стоять против инвокера а дазла отправить в сложную линию против ки ри против пока что мы не знаем кто будет керри я сомневаюсь сильно что это герой у нас керри потому что но это это не герой для ватсона друзья это не герой для вас она тем более помните и там еще морфа нету в бане а вы знаете что это было это был пик вернее это был бан с ларка по ходу у нас появится темплар ассасин керри или нет зачем они с ларка забанили осталось 10 секунд ну давайте посмотрим появится или нет здесь подбанили муэрту и ну да 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 вот у нас и морф появился но не сложно было потому что ну какой герой здесь но это 20 друзья это 20 кто бы что не говорил посмотрим появится ли у нас с этим фарка потому что но они забанили с ларка нету еще алхимика я более чем уверен что это темп ларка для юна который он не просто так подбанил с ларка он очень крут на темп ларке хорошо играет посмотрим меньше 10 секунд и сейчас кстати станет понятно куда у нас даст пойдет да это темп ларка друзьям керри темп ларка до пангалера у нас мид хард лейнер дозу ван джей четверка никс пятерка нча и тэппор ассасин у нас керри но хорошо хорошо получается темп ларка постоит против праймов беста весьма неплохо до центральная линия должна быть тоже плюс минус ровно так как и осталось 10 секунд ладно я как-то пытаюсь все это дело понять осталось 5 секунд пытаюсь пока что не совсем получается так давайте у нас и дазл должен стоять против морфа нам ну хорошо блин я кстати давно такого матча по не видел дазл против морфа ну блин но он ну что он ему сделать до них ли на ну как ну как то есть ему противно будет плюс еще и не соседей да нет линия должна быть за дазлом сто процентов то есть давайте так центральная линия плюс минус ровно будет бить ногами дазл морфа смс в любой ситуации нужно бить ногами при том что лучше бить еще и первым до сто процентов в топ линия за командой легатим то есть чем будет страдать реально будет страдать от первого скилла дазла плюс еще у них с ассасин со своим вторым и с танчиком так что топ линия за командой элван сто процентов дальше центральная линия плюс минус ровно так как пангольер хорошо стоит против инвокера так что ну и темплар ассасин который будет стоять против праймал биста напомню что он темплар как как раз таки хорошо стоит против праймал биста то есть блин ну хорошей линии так у нас обсерва как всегда на высшем уровне все как обычно да возможно здесь у нас сам путин так хорошо заходят тут же элван под смоками сразу же во вражеский лес кого там найдут не знаю увидели ли селерия они да ну по факту две линии должны чуть лучше стоять топ и ботым и команда элван должны лучше стоять но я считаю что здесь 20 то есть они хотят просто пойти да на большом темпе на большом таймере сыграть но понимаете какая большая проблема у них один стан на всю команду ну по факту у них стан только в них с ассасинов все больше нету да там где-то пангальер будет туда-сюда кататься на своем родин тандыре возможно даже когда-то купит башер но все то есть битва начинается да за может делать свиней да но это только после 14 минуты так что по по дверу не забирают команды да но я же говорю после 14 минуты когда можно покупать аганим шарт там да но блин они реально на таймере то есть лиготим возможно это какая-то острота возможно это какая-то заготовочка по этому поводу и посмотрим сработает это или нет если бы они играли не против гладиаторов и там не было морфа да потому что ну реально ватсон один из сильнейших морфов да я не учитываю я тора то есть я не учитываю потому что я тора наверное тоже где-то вот не но я тора наверное посильнее морф ладно нужно с этим согласиться что я тора будет посильнее но я тора сейчас не играет на про сцене я тора как раз прямо сейчас по моему смотреть тоже этот матч но возможно тундру против талон я не знаю но какой-то из из серии он смотрит сто процентов так что ну вот видим что происходит как раз таки с селере да жесткая линия жесткая линия не поспоришь не поспоришь и видим что ну морф будет страдать но сколько он там будет страдать но не то что страдать то есть просто дазл хорошо постоит свою линию все то есть морф с его перекачкой и рано или поздно свое выформит все дальше темплар к также хорошо по стрит вот и праймал бис да праймал бис будет страдать вот с этим прям здесь сто процентов что эйсу конечно придется нелегко как раз таки против той самой темплар ассасин так пошел опять яд друзья яд конечно жестко пробивает если ватсон не будет подставляться то максимум что они могут здесь сделать это пока до убивать че но в принципе я бы этим не занимался то есть пока добывал чена потому что с перекачкой вы ни хрена не сделаете если что эти только прям поймаете на на перекачке в ловкость и подстанчик ну вот видели уже пбш как как раз таки для команды элван для ванжея им удалось убить чена вот чем будет страдать чем будет страдать довольно таки сильно будет страдать ну блин остановят ли это морфа я не уверен я не уверен нужно еще смотреть как у нас там по центральной линии пока что у нас 9 10 1 против 13 5 видим что клин чуть пободрее будет редко дозноберут он страшно да он страшный но если когда вы до заберете у вас вы на таймере если вы не закрываете игру там до 30 35 минут и дальше дальше это дозл бесполезный да вы можете долго и даже в лейте там играть но все равно любой другой либо мидер либо хардлайнер будет посильнее этого дозла с этим бессмысленно спорить видим что queen неплохо так пробил миража до мираж немножко попросил по хп найти он даже с руки бьет как кажется не добьет да много кто бьет то есть я же не говорю еще до того как там даст на было не больно были немножко изменили он прямо хорошие с руки пробивал покупался там моим стромбил мир то есть и наваливалась довольно таки сильно 5 так можно сейчас опять убить сидели на подхил да это фраг блин 20 начинает elban 20 и вы знаете все таки ну хотят они вот еще здесь шишкой убили тофу и тринболь для м2 мы посмотрим посмотрим что что будут делать со всем этим команда gaming gladiators ну и здесь нету права на ошибки здесь нельзя ошибаться команде то есть если они где-то ошибки сделают ошибку принципе как в прошлой игре то здесь они точно так же быстро закончат закончат со счетом 20 для себя как кто-то там подрезал до тофу подрезал курьерчиков ну и что фантомему нету смысла уплотную драться с гирокоптером потому что гирокоптер пода своим рокет барыш просто развалит эту начат раз даже не почувствует видим всем привет у меня просто запустилась свое видео как измените я здесь сооружение так смотрим что 3 0 6 минута нужно она и net force и есть на но темпларка имеет топовый net force у темпларки все хорошо дальше у инвокера также все хорошо дазла все хорошо но видите морф принципе не сильно пострадал если сравнивать там с темпларкой да там парка чуть больше имеет ну на этом все сколько там 300 голды морф довольно таки быстро камбэк нет ну видимо видимо они хотят как раз таки на таймере довольно таки быстро закончить не знаю смогут ли они продавить гладиаторов да в гладиаторов немножко жадноватый пик это правда но силы сдерживания какие никакие они есть они присутствуют так 6 минутам активные руны тофу вынужден был забрать руну иллюзию ватсон очень сильный морф морф или темплара сасин да конечно же что морф морф посильнее будет хотя темпларка но последнее время темпларку пикают время от времени извините за тавтологию но пикают все больше и больше появляется нужно смотреть и отталкиваться от центральной линии как к вина и артефакты будет выбирать сейчас кстати могут убить альберка альберка выживает креста у него нету ну потому что это корр слышу где-то роли тандр роли тандр вкатился в 1 катился здорово но силе или не отпустят а вот ватсон уйдет силе ли по моему третья смерть да да три смерти уже но для восьмой минуты не так уж и много как казалось бы видим что 40 но по бабкам не вырывается вперед команда лбан что довольно таки плохо как по мне следующий матч тоже будет интересно и там уже сперед будут играть ой неплохо поймали здесь ватсона но немножко не хватило но все-таки перекачка друзья перекачка решает нападение пришел здесь queen есть торнадо по двоим ставится емп не все-таки убили пришел еще тофу минус тофу в размер на 1 до зла сейчас будет ванжей умирает умирает ванжей это уже 2 в 2 а что делать с темп ларкой заберут ли темп ларку нет им парку не забирают вот на вот силе ли с собой забрали и размен 2 в 3 охренеть меня сильно током ударила клавиатура просто клавиатура если что алюминиевая низ клавиатуры алюминиевым атаку ударила что охренеть извините ну прям очень больно так всем 2 9 минута не знаю я пока что не очень верю в этот замысл команды элван что у них прокатит я конечно же хочу сильно ошибаться то есть вернее не ошибаться быть неправ и что у них получится и не что-то смогут ну пока так ну что дазл будет выходить в аганим первым артефактом это я понимаю это я понимаю так драган ланс уже готов в темп ларки драган ланс готов хорошо подцепили здесь квина есть емпи так чисто откинуться есть торнадо торнадо кстати неплохое пришел здесь тофу но квина убьют до убьют хотя от чем уже его тп шармон немножко не хватает могут убить альберку нет альберка выживает пришел здесь селерий пришел ватсон альберка все еще жив мираж и здесь вкатился неплохо вкатился там убили еще селере есть еще первый он же я ты не знаю возможно еще и ватсона заберу чем она закончится да да это минус пангальер по дабл дэмиджем пантомем двоих в одной игре как вам 11 минут 11 2 верхнюю башню сил тьмы хорош хорош центральную башню сил света атакуют верхнюю башню сил тьмы верхняя башню сил тьмы разрушен под вендеттой ванджай кого-то ищет нашел здесь квина нужен плюс один потому что них конечно же соло не сможет убить о увидели наступила на сэнтрик увидели есть торнадо есть просветка ну и что он будет умирать на будет умирать у нас ванжай умирает ванжай хорошо хорошо но нужно быть очень осторожным все-таки помнить что это не паблик здесь много сэнтриков здесь много просвета хотя мы не один раз видели как инвиз конечно же перед приравнивался к неуязвимости кайф мне пока все нравится только вот я думал что прогресс он будет намного быстрее нежели он есть то есть разница по фрагам получается что у нас 8 фрагов разница но всего лишь 3000 впереди команда л-1 мне кажется этого недостаточно одна большая крупная драка 55 и все это пошло к нулю 14 по убийствам блин но если смогут л-1 мне вот интересно зрелищно смотрится да согласен зрелищно при том что если я видел дазлов медовы до стройной линии то вот дазлов хард я еще не видел реально это первый дазл который я смотрю в кардлинию да хорошо себя чувствует дазл у него 2 нет в принципе что дазл что темпл рассасен здесь подцепили эйса через тычку свин даты плюс станчи пришел альберка и не знаю успеет ли убить так инвокер там что-то себе тащит видимо будет у него бичблэйт да убивает здесь эйса всем селом как говорится бичблэйт есть хорошо хорошо ну то убьется естественно что убьют то есть он один против толпы как говорится толпою даже даже льва как говорится но не знаю не знаю потому что как только морф дофармит что он птшка владимир но на фармер владимир чтобы более-менее качаться в лесу хорошо потому что его немножко дазл поднапрягал на линии я думаю яша манта и когда качнет умилку на дальность атаки дазл начнет уничтожать так ты вот про то тут 300 к дальности атаки по жертвам а такой зонтач как он вкачал и плюс от 2 маны ну почти 2 ну не знаю я не играю на даст для то есть мне кажется что саппорты сто процентов берут правый талант 300 к дальности атаки но скорее всего хард то что хардлейнеры просто корда за наверное берут 2 маны в секунду потому что мана немножко не хватает 2 мана это мало но смотри на на десятом уровне не знаю как по мне достаточно так нападение на ватсона поставил треп но ватсон просто уходит на ноге так что здесь никс ассасин просто в солянова расправляется здесь эйсом понятно что пришел пангольер успеет ли на роллин тандыре а я здесь а здесь кого здесь встретили альберку и альберка умер а что не было креста нету все еще креста жаль жаль что не укачал или жаль что убили как по мне жаль что убили так продолжаем что у нас 16 минута 12 4 счет 12 4 счет охренеть но блин мало этом малый перевес посмотрим что думает dota плюс 80 процент охренеть 80 до блин ну не верю что-то 80 это очень много так ну что пошли пошел колл снайп по энчан трасс довольно таки быстро убьют до быстро убили но и видимо все леготим будут отходить потому что энчу стерли до зал должен быть керри в этой катке но он керри не станет потому что керри темпларка но таким условно вторым керри я думаю может ну что он там собирает есть аганима где мы уже видели посмотрим что после аганима соберет себе дазл это уже будет интересно возможно тоже стоит собрать себе какой-то там dragon land херкин пайк типа что-то в этом роде ты чтобы держать дистанцию подальше от марта но давайте чекнем принципе все артефакты так энча она же коза пт драка пт барабаны темпларка пт blink dragon land скоро будет дизолятор так кого здесь нашли нашли тофу подкопали 2 довольно таки быстро убили улетает а из топчет землю по ван джей ван джей прожимает карапас и есть пульба райса тейса ставится уже крест есть уже крест для ван джей а пока что спасает его большую сраку как говорится есть подхил от чена пошел сан страйк сан страйк неточно и все-таки убили здесь ван джей а есть еще неплохой станчик от ватсона который привел перевоплотился в них сосать на пока что у нас один в один убили эйса мираж пошел вперед получил стана 20 на пошел адаптив страйк в минус уже мираж пошел еще куда на тофу минус еще альберка и по моему только что гладиаторы выиграли драку и просто полностью перевернули ну то есть все преимущество которое было у команды элван поверили в себя но понятно что на этом ничего не заканчивается то есть все еще у лига тим есть преимущество бесспорное преимущество она есть это сто процентов до спасти ну спустили да но тем не менее преимущество есть все еще я считаю что команда элван могут играть первым номером так как на такой минуте они все еще посильнее будут но нужно быть осторожным нужно быть осторожным потому что атаманта уже скоро там по факту уже манта барин ну мне кажется да что он теперь будут проблемы проблемы и да зло нужно будет покупать здесь бкб бкб надо будет купить можно купить себе сделать огонь им шар да потому что уже можно купить себе драгон лэнс форста в херекин пайк и бкб вот это я думаю хороший набор ладно продолжим так темп ларку он показал дофармила дизолятор пангольер диффуза фармит аганим почти аганим 600 галды осталось дальше будет блинк даза есть аганим плюс аганим шарт никс хочет что хочет хочет блин хочет себе догона много хочет пока что ни хрена не имеет морф птшка владимир манта чена и вас драмы праймал биста фэйзы вайл оф дискорд есть плита сейчас у шива наши уже баба хватает гирич арканы и инвокер птшка драгон лэндс вич блэйд силы света используют сканирование силы тьмы используют сканирование так гора лед есть мека ну мека блин можно было купить чену но чем видимо будет собирать потом себе апнута и транквила headset ладно мы-то подождем но не знаю вот уже 20 минута преимущество в принципе нету по бабкам у команды лига team говорить пока что рано о том что вот уже ничего не получится но почему некоторые бежать без т.п. неужели 100 голды столь важны чем т.п. во время сделать я не знаю это явно вопрос а не ко мне возможно кто-то степо шнул сам то есть у него было одно т.п. возможно кто-то умер прилетел на т.п. не купил себя т.п. то есть я не знаю но если я понимаю чему ты ведешь но про то что у тебя всегда должно быть т.п. в запасе сто процентов в этом я согласен чтобы либо улететь либо куда-то прилететь либо прилететь на помощь либо прилететь на фраг то есть т.п. должна быть в большинстве случаев у про игроков с этим нет проблем но бывают такие случаи помнится нави так проиграли то ли второй то ли третий финал она за интернешнл дазл купил шар да он уже давно купил то есть минуты две или три еще перед рошаном купил так знаете дальше делает себе форстаф ну блин я бы делал форстаф драгон лэнс юрикен пайк и бкб так ты пешится сюда у нас темплар ассасин да убивают они тофу вдвоем хорошо но я не знаю не знаю много времени прошло морфа уже сложно будет убивать вообще появится и лактерия и посмотрим посмотрим справится ли лван как раз таки с гладиаторами ясно у меня с каждой минуты все меньше и веры так как я понимаю что этот пик он не будет работать на равных после 30 минуты то есть ближе к 30 минуты если элвана большое преимущество не захватят не заберут то то определенные моменты появится так здесь ванжей кстати его могут найти так пошла просветка увидели здесь ванжей а есть роллин тандер полетел эйс вперед так под роллин тандером у нас вкатывается по чену катается у нас мираж туда-сюда пока что убили только одного микс ассасина пошел пуль в райс по миражу пошел куда на тофу пока что мираж на шоколбак ушел и минус 2 минус 2 в размен на ноль минус один товар в центре и что мы видим 23 минута у гладиатора все еще стоят все т2 товара это значит что пока их миссия ну немножко немножко проваливается потому что к этой минуте вы уже должны были как минимум быть под хг то есть уже прессинговать а игра он своего противника а там еще все два товара стоят так гвардин грифсы у гирокоптера теперь делать так сейчас будет драка пока что темпларка от блинков вайца но в невыгодной позиции элван им нужно уходить отсюда потому что в полном составе гладиаторы на своей двойке они там в позиции заняли выгодную позицию и если бы элван пошли то просто пришли бы к им в руки и на этом бы все перетяжка у нас на топ получится ли до полным составом улетели на топ и там пойдут сейчас под т2 товару мне мне без разницы кто там выиграет но как без разницы то есть я болею за элван блин гладиаторов тоже люблю хорошая команда и понятно что дурачок для меня топ новаться но он красавчик это парень который из грязи у князя друзья то есть он реально довольно таки сложный путь прошел ему ничего не давалось легко то есть повидал он как говорится много против марта на набрать орчит орчит всегда хорош против морфа но здесь я не знаю кто бы собрал но темп ларка кстати могла собрать орчит то есть потом если что апнуть в бутон не было нападение на квина квин поражал бкб убили они уже них с ассина пошел пошла погоня за альберка пошел кулдаун есть он страйк еще пуль в райс довольно таки быстро убивают что них со что альберку и на этом в принципе игра у нас немножко как говорится переворачивается совсем в противоположную сторону так эйс пошел сильно вперед прожимает шиву антамем здесь с он страйком попадают ну блин все-таки живцы много-много хп у энчантер с тем более что я видел что он даже не стал переключать свою птшку на силу то есть можно было переключить и еще больше впитать демиджа минус т2 тавер центральная башню сил света разрушена нижнюю башню сил света атакуют так не сосать не здесь позиции подстанем здесь эйса из прожимает шиву но не выживает мираж отменяет свой роллентандр понимает что наверное не стоит или что или из-за того что у нас вижу на нету не знаю так что думает dota плюс теперь 70 процентов на гладиатор я наверное соглашусь потому что блин вот уже ближе 30 минута преимущество не просто его нету усилия но небольшое она преимущество за командой гладиаторов здесь еще подцепили миража довольно таки быстро убили не знаю уж ну никс ассасин хорошая четверка и гирокоптер хорошая четверка даже не знаю наверно все-таки никс ассасин более мне нравится потому что он делает большую работу и если гирыч не может там соло убивать керри там или каких-то мидеров то у них с ассасином вполне себе может убивать даже слова своим догоном так под смоками команда гладиаторов пятером двигаются в топ будут забирать рошана но видимо второй рошан достанется как раз таки гладиатором потому что первые ничего не могут противопоставить и вылетает куда эйс вылетает цепляет здесь вам же я даже не понадобился санстрайк потому что у вас она просто тонны урона как там дела ватсона есть уже хандан друзья есть уже ханда дальше будет скади и дальше мы как говорится приехали так пошел фокус по рошану минус рошан аегис для ватсона и вот аегиса можно уже пойти вперед попытаться реализовать его я не прям не говорю что уже можно идти заходить потому что немножко рановато еще все таки элман они все еще сильны так что я бы забрал т2 в топе забрал т2 снизу немножко еще под фарминг зажал противника подождал следующего рошана его тогда бы уже заходил это прям чтобы наверняка закончить со счетом 02 команде гейминг гладиатор так вылетает у нас эйс так занимает вражескую двойку гладиатор видим что они снесли там т2 или нет я че-то как-то не обратил внимание нет т2 еще стоит целочный просто 2 500 хп имеет из 2 500 и 100 процентов жизни почему не забрать видимо легать и мне хотят отдавать так пошел кулдаун здесь хекс уже есть подхил от чена умер уже вам жаль пошел фокус по тофу тофу больно к что в роли тандре и катается у нас мираж роли тандр закончился пошел фокус по ватсону адаптив страйк сан страйк не точный хоть и с адаптивом неплохо так пробил и и такая знаете немалая драка закончила всего одной смертью для команды лига тим умер всего лишь никс ассасин 800 млн д 75 минус т2 тавер слезу блин появится скади чё тогда делать так подцепили здесь си миража номер аж пока что на аганим шарде уходит ну да это был презентач аганим шарда я что-то подумал у кого-то уже хекс появился так блин дайгер для праймл места искать и для морфа так подрублю предметы чтобы была возможность посмотреть здесь апнуты и транквилы ну нормально то есть по артефактам плюс-минус нормально то есть плюс-минус ровно да небольшое преимущество за гладиаторами прыгнули на пантомима и пантомима жив-цел так бкб появилась у эйса это хорошо так ну и что отходит до отходим гладиаторы немного на очке у нас и гладиаторы так вин здесь в инвизи я найдет миража с темп ларкой да находит есть торнадо по двоим неплохо есть роллинг тандер от тангольера и что уходит пошел кулдаун куда он не точный ну ладно ушел и ушел хорошо пока что хорошо так что тут селере сляпнутых транквилов все еще ничего нету его когда фармил бкб праймил тоже есть бкб возможно даже ватсон купите бкб да он планирует посмотрим будет ли бкб или нет я думаю что стоит стоит купить себе бкб я отрывает куски мда отрывает кончал всегда отрывала отрывает и будет отрывать пока ее не пофиксит хотя от по моему там что-то даже фиксили с этой ничего и но она все еще сена вот как раз таки морфу нужно больше бояться инчи нежели дазла дазл видим что покупать себе бкб но это хороший выбор от дазла все таки он не сделал себе хирурген пайк он просто сделал форестап я бы доделал себе уже пиква потом уже бкб но наверное уже поздно что-то переигрывать потому что есть уже бкб можно доделать хирурген пайк а вот пангольеру понадобился бы баша что там по башеру помощь ну в планах скоро будет с башером игра попроще будет так просветили здесь ванжая и да и снова ленте вроде как я хотел сказать догоняет но ни хрена он не догоняет видел керри ничего про в сцене нет ни разу то есть чтобы прям анчане и саппорта становилась керри а прям пикали прям керри такого не видел так здесь убийство ванжаем убили вот так а здесь что здесь убили ватсона хорош молодцы ну под загулял ватсон и отправился на полторы минуты в таверну нет такого я не видел и я даже не знаю если такое прям на простой не чтобы заведомо и чу пикали в керри мне кажется это довольно таки грубая ошибка было бы зачем брать и нчу на керри если просто можно потом из нчи сделать ну такого условного кора с довольно такие сильным саппортящим составляющей до сильной саппортящей составляющей и потом таким молить потенциалах так что думаю это бы смыслиться кайта часто становится корову долго ну да то есть нужно использовать ее сильные стороны как раз таки в долгую она и хорошо себя проявляет но я если честно я не уверен то есть буду откровенен что здесь ван смогут реально что-то перевернуть думаю без шансов потому что нас уже 37 минута а их пиком на такой минуте играть против пика гладиатор довольно таки сложно мы видим что вот нча опять умирает нажимается грифсы и принципе можно идти пытаться драться пытаться заканчивать так смо как здесь лван возможно ждут кого-то и что я не знаю потому что она видимо думали что кто-то придет до забирать свой терзатель но пока не получается верим молимся ну можно помолиться как говорится даже перекреститься но я думаю что если честно это никак не спасет команду л-1 от поражения до печально было бы неплохо с против гладиаторов сыграть в ничью было бы потом немножко попроще но 38 минута так я не знаю все есть у гладиаторов то есть возможно сейчас подождут следующего рошана по моему 3 рошана и с этим рошаном пойдут уже попытаются закончить игру я бы принципе так и сделал думаю что он гладиаторы тоже у них такой взгляд на завершение этой карты 70 на 30 для гладиаторов слышу ролин тандыр прыгает на блинке на квина квин проживает бкб пошел кулдаун от тофу где-то под застрял у нас мираж мираж застрял и умер так откроем байбеки пошел на торнадо ельпи неплохой станчик был очень даже неплохой но этого недостаточно 39 минута так энчантрас больно но есть крест пока что же в целом так падает т3 tower дальше будут падать бараки до бараки падает много очень много урона просто с адаптив страйк убивает ванжей ванжей байбекается байбекается еще пангольер бацан под сален саром и хексом больно но жив даже напомню что они тут уже так они не были еще на хорошо хочу там практикал до снесли сторону ночью теперь можно идти на рошана фруставчик для гирокоптера на можно пойти забрать рошана и принципе вернуться и закончить игру что принципе и гладиаторы делают ну он вам не хотят просто так отдавать рошана не хотят давать без боя есть скан они попадают под скан знает элван что там уже гладиаторы так ну что ой сворует или нет по моему своровал да сворвал аганим да сворвал пангольер аганим если я не ошибаюсь так пошла драка подняли кашку битра здесь ванжей сейчас может умереть ванжей все еще жив нет ванжей сейчас умрет умирает у нас темп ларка правда умирает ванжей сейчас будет умирать мираж хотя мираж пока что за счет аганим шар на какое-то время пожил но этого нет достаточно умер из команды гладиаторов один единственный только тофу пантомем здесь крип скипает чтобы был бэкдор но мы видим что они просто заводят и крипчиков о топ линии и с этими крипами можно пойти и делать суету так ну что может просто пойдет в трон да просто принимает решение идти в трону бэкбэк от имп ларка больше бэкбэков уэлван нету анчантрис конечно же много и сильно бьет но этого недостаточно видим что с инчой происходит после рассказа бацана до адаптив страйк вай формы и все так темп ларка кстати чуть не умерла но чуть не считается согласен так минус tower голый трон остается это все на это все ну и падает трон до конца но недостаточно нажимать даже глиф охренеть реально но теряет первую жизнь у нас морф пошел куда 20 просто прожимает бкб и заканчивает эту игру ну что попытка не пытка как говорится для элван сыграли они свою игру попытались выиграть карту какой-то стратегии как каким-то воин пиком но не получилось я говорил минут тридцать у них есть дальше уже будет сложно появится трудности что принципе и произошло сорок одна минута понадобилась гладиатором чтобы закончить эту игру почему так то потому что где-то минут 25 вели в команда элван и гладиатор просто играли со стороны на слабости вторым номером как только они взяли свои артефакты нафармили свои предметы они просто перевернули игру и принципе закончили ее что у нас дальше у нас дальше друзья пауза минут где-то 20 возможно 25 не дальше будут играть перед против нам прошу прощения и бэтбум против маус следующая серия и потом будет еще одна серия где будут играть бэтбум против талон и полканс против спирит подписывайтесь на телеграм подписывайтесь на twitch обязательно на youtube и встретимся довольно таки скоро